Угощениями, тёплой дружеской атмосферой и музыкой тех лет в ДК «Родники» встречали главных героев праздника. Среди них и хормейстер, руководитель коллектива фольклорного ансамбля «Калинушка» Шувалова Елена. Её творческая команда была образована в 1981 году. Я считаю, что обязательно надо к этим людям проявлять уважение, какое-то тепло, обязательно, чтобы они не чувствовали себя какими-то брошенными. Потому что это же разные ситуации бывают. Некоторые одни живут, например, в которых нет детей. Это очень грустно. Поэтому, конечно, хорошо, если люди могут куда-то выйти, они знают, что их там ждут. Здоровья, конечно. Активного долголетия. Очень хорошо, что сейчас у нас такая позиция, именно как бы пропагандируется, что активного долголетия. Потому что без вот этой активности человек просто не может жить, он должен быть активным. Тогда эта жизнь будет более качественной и в старости. Отмечается День пожилого человека в золотую осеннюю пору, как связь с золотыми годами старшего поколения. Для них этот праздник – возможность вновь надеть нарядные костюмы, сделать красивые прически и пообщаться с друзьями. Я вот до сих пор не могу смириться с этим словом «пожилой человек». Хотя я прекрасно понимаю, что действительно пожилой человек – это человек, который пожил. Пожил, накопил опыт. А этот опыт надо, значит, куда-то отдавать. А кому их отдавать, вот как не детям. Голубые, голубые, голубые небеса, Отчего и голубые, ой, берёнышки в глаза. Мы с покушкой покулили, мы с этой нашим прудом. На слепушке упугали, и пойдём дальше туда. Каждый из гостей зала – это пример долголетия и успеха. А их почётный возраст – это всегда образец для молодого поколения. Андрей Пластунов, Дмитрий Крунов. Для программы «Городские вести». Продолжение следует... Продолжение следует...